В Кишиневе впервые открылся информационный центр для туристов, где любой желающий может получить всю необходимую информацию о достопримечательностях, маршрутах, гостиницах и ресторанах. И не только иностранных, но и локальных туристов. То есть мы предоставляем информацию тех людей, которые хотят увидеть, посмотреть что-то по Молдове, какие достопримечательности есть. Вот у нас есть такая информация. Здесь можно не только получить информацию о том, куда ехать и что посмотреть, но и задать самые простые вопросы. Например, на каком троллейбусе добраться до вокзала? Как доехать до аэропорта? Как доехать до Криково? Именно с публичным транспортом. Транспорт, как доезжать до одной локации или другой, где монастырь Каприана, где церковь Чуфля, если говорить по Кишиневу. И мы подчеркнем на карте, где это и как они должны доехать. Где Central Market, то есть центральный рынок спрашивает про это. Одна из причин интереса к нашей республике – советское прошлое этой территории. Нередко туристы приезжают в Молдову в рамках туров по странам постсоветского пространства. По этой причине центр поддерживает связь с тираспольскими властями и предоставляет сведения о том, что можно увидеть на левом берегу Днестра и как туда удобнее доехать. Неудивительно, что с самого открытия услуги информационного центра пользуются спросом. В этом году даже в центре, в эти первые три дня от открытия, у нас были уже больше ста туристов. С Польши, с Италии, с Румынии, с Германией, Калифорнией, Соединенные Штаты, из Швеции, из Швейцарии тоже были, с Франции. То есть уже даже вчера тоже были с Барселоны, тоже пришли ребят. Нашей съемочной группе удалось убедиться, что консультантам центра скучать не приходится. Буквально за пять минут к ним с вопросами обратились несколько человек. Я хотела посмотреть Чухлинскую церковь. Увидела центр, когда проходила мимо по улице, и здесь мне помогли сделать карту. Вообще я увидела Молдову на карте мира и решила посмотреть эту страну. В информационном центре мне очень помогли. Вообще-то я здесь работаю, но у меня всегда есть время посмотреть эту страну и открыть ее для себя. Здесь девочки очень компетентные, и эта информация мне поможет. Возможно, я вернусь еще за дополнительной. В последнее время многие иностранцы организовывают туры самостоятельно при помощи интернета. Однако онлайн-карты далеко не всегда подробны, да и информации о транспорте и маршрутах в сети недостаточно. Это и приводит путешественников в центр за дополнительными подробностями. У нас есть в центре не только брошюрки, материалы до флайеров разных, но еще есть и интерактив дисплей, то есть тач-панель, где они могут найти, что они ищут, разные информации, туры полдня или на весь день в Кишиневе, или не только в Кишиневе, где они могут отправить эту информацию на e-mail или принтовать здесь в центре. Кстати, работа центра организована благодаря деятельности волонтеров. Они трудятся на чистом энтузиазме. Помимо румынского, русского и английского языков, волонтеры владеют французским, испанским и евритом. Информационный туристический центр создан при финансовой помощи Европейского Союза в рамках программы «Поддержка мер по укреплению доверия». Вся информация здесь предоставляется абсолютно бесплатно.